Кадыров предположил, почему Пригожин устроил мятеж. Глава Чечни Кадыров объяснил мятеж Човека Вагнер личными амбициями Пригожина. Рамзан Кадыров назвал надменности амбиции причиной мятежа основателя Човека Вагнера Евгения Пригожина. Глава Чечни считает, что действие Пригожина вызвало затаенная обида на власти из-за неудачных сделок в Петербурге. Днем ранее Кадыров называл происходящее ножом в спину и гнусным предательством и заявлял, что чеченские бойцы выехали в зоны напряженности. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о возможных причинах вооруженного мятежа частной военной компании Вагнер во главе с Евгением Пригожиным. По мнению Кадырова, причиной стали личные амбиции основателя Човека. «Я думал, что некоторым людям можно верить, что они искренне любят свою родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к отчизне», — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Глава Чечни также заявил, что убеждал Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с государственными делами. «Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла», — заявил Кадыров. По мнению чеченского главы, затаенную и продолжительную обиду основателя Човека вызвала цепочка неудачных сделок в предпринимательстве. Он также утверждает, что обида достигла пика, когда петербургские власти отказались предоставить его дочери желаемый земельный участок. «Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — отметил Кадыров, призвав Вагнеров-Цеев подумать о будущем страны и своих семьях, быть трезвыми в своих решениях. «Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случиться», — сказал глава республики. 24 июня Кадыров, комментируя действия Пригожина, заявил о риске возникновения дестабилизирующей обстановки. «Он рассказал, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне выехали в зоны напряженности и готовы принять жесткие меры. Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера», — писал глава Чечни в телеграм-канале. «Он назвал действия главы Чок ножом в спину и гнусным предательством. Конфликты Пригожина с властями основатель Чавёка Вагнер называл свои действия маршем справедливости. Днём ранее он обвинил Министерство обороны в обстреле лагеря Чавёка Вагнер, в результате чего погибло огромное количество бойцов. Минобороны обвинение отвергло. Пригожин неоднократно выступал с обвинениями в адрес Российского военного ведомства по поводу дефицита снарядов у бойцов Чавёка в зоне военной операции, а также утверждал, что подполковник Вооружённых сил Роман Веневитин приказал подчинённым минировать тылы Чавёка в Бахмуте, Артёмовске. Сам Веневитин назвал заявление Пригожина бредом. С властями Санкт-Петербурга у основателя Чавёка также были конфликты. В частности, летом 2022 года бизнесмен обвинял их в создании помех для бизнеса после того, как структуры, связанные с Пригожиным, не получили контракт на обустройство территории Горска. Проект доверили другой компании, несмотря на инвестиционное соглашение. Моя компания подписала с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на экономическом форуме 2021 года инвестиционное соглашение, о которой в результате тот вытер ноги, заявлял бизнесмен. В администрации Петербурга, комментируя слова Пригожина, рассказали, что рассмотрели предложение, связанное с бизнесменом компании, отправили ей свои замечания, но не получили ответа и решили сменить партнёра по развитию территории. Основатель Човёка неоднократно критиковал и петербургского губернатора Беглова. В апреле 2023 года он даже направил обращение в Госдуму с просьбой разработать законопроект, который позволит отправлять губернаторов в отставку, если это поддерживают 10% избирателей региона. В своём обращении Пригожин в очередной раз критически высказался о главе Санкт-Петербурга. Что известно о мятеже 24 июня бойцы Човёка блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил, что хочет получить начальника генштаба и министра обороны Сергея Шойгу, и если их не будет, военные заблокируют Ростов и выдвинутся к Москве. Российские власти обвинили Пригожина в вооружённом мятеже. Против него возбудили уголовное дело по статье 279 УК РФ, урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи. Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Этому предшествовали переговоры основатели Човёка с Александром Лукашенко, на которых по информации пресс-службы белорусского президента, стороны нашли абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Пригожина и не преследовать участников мятежа. Сам Пригожин сможет выехать в Белоруссию, под гарантией президента Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в Минобороны вряд ли могли обсуждать и во время переговоров.